Вот такой главная площадь в Добринке была буквально пару месяцев назад. Уютно, но не современно, решили в местной администрации. И затеяли большой ремонт. Сейчас улицу Горького не узнать. Проглядывается пешеходная зона, разбивает клумбы, оставили место под фонтан. А чтобы удобнее было размещать фото в социальных сетях, на фоне всей этой красоты здесь будет бесплатный Wi-Fi. Местные гости посёлка перемены уже оценили. Вы знаете, я здесь уже 20 лет жила, но такой красоты я ещё не видела. У меня вот внучка в Москве у неё папа, и она сказала, бабушка, ну Москва. Я здесь просто год уже не был, но приехал, заметно всё изменилось. Но я думаю, в лучшую сторону. Новая площадь обойдётся Добринке примерно в 30 миллионов рублей. Сумма предварительная. В проект по ходу продолжают вносить изменения. Кстати, это деньги не только из районной казны. Значительную сумму в общее дело внесли спонсоры. Да и сами добринцы собрали порядка 3 миллионов рублей. Эта инициатива была в первую очередь, конечно, горожан, которые здесь проживают, добринцев. Мы её поддержали, районная администрация. И очень хорошо, что мы попадаем в ногу именно с тем временем, которое у нас сейчас идёт развитие и в нашем государстве, и в Липске области. И Олег Петрович объявил именно фестиваль благоустройства. И как-то у нас так всё сложилось, что мы попали в ногу со временем. Пешеходную зону в улице Горького планируют закончить уже в конце июля. Сейчас здесь работает бригада из 15 человек. Используют и технику. 30% от всего объёма работ уже сделали. Строители обещают уложиться в сроки. У нас большой объём, где-то около 10 тысяч квадратов. Мы работаем как стараемся, чтобы сделать всё нормально. Постараемся, чтобы сделать всё вовремя. Реконструкция улицы Горького – это только начало масштабного проекта по благоустройству Добринки. За три года привести в порядок планируют все основные объекты в райцентре. После центра возьмутся зоопарки, детские, памяти и молодёжные. Кстати, местный стадион тоже не останется без внимания. Уже известно, что он попал под федеральную программу реконструкции спортивных объектов. Ольга Родина, Анна Голимбовская, Андрей Зубков. Липецкое время. Добринский район.